Привет, меня зовут Нара, я риэлтор Северной Вирджинии в Америке, вот уже 16 лет, делюсь своим опытом на моем канале, спасибо, что вы со мной. Сегодня я хотела бы поговорить про два мнения в Америке и рассказать вам свою точку зрения на всю эту картину. В Америке существует два мнения, значит одно, что с mortgage, с ипотекой лучше расплатиться быстрее и спокойно жить без этих ежемесячных оплат. Второе мнение это о том, что ипотека это хороший долг, это наверное единственный долг, который можно назвать хорошим долгом, потому что он стабильный, его разбили на 30 лет или сколько у вас там на 20 лет, какой вы там взяли кредит. И давайте поговорим, почему все-таки, наверное, можно рассматривать ипотеку как хороший долг. Вы можете со мной поспорить, я просто поделюсь с вами моим мнением. Смотрите, если мы рассматриваем ипотеку как долг, да, нам хочется с ним расплатиться, мы, особенно выходцы из бывшего Советского Союза, мы не привыкли жить в долг, поэтому нас это тяготит, нам это не нужно, неприятно осознавать, что ты кому-то должен. И мы хотим расплатиться с ним побыстрее. Если вы склонны к этому мнению, то послушайте и посмотрите это видео, может я ваше мнение все-таки изменю, потому что я тоже так думала раньше. Но со временем я поняла, что все-таки, наверное, лучше относиться к этому долгу как к хорошему долгу. И вот почему. Сейчас, вот в наше время, уже несколько лет, процентная ставка держится на уровне 3,5-4%. И исторически это самое низкое, ну может даже кто-то захватил чуть ниже, когда был совсем упадок, но это в принципе исторически очень низкие ставки, потому что вот лет 10-15 назад, когда я начала заниматься недвижимостью, ставки были 6-7%. И то считалось, что это низкие ставки. А лет 25 назад ставки были 17-18%. Поэтому вы видите, что в сравнении с тем, что было раньше, ставка сейчас реально очень низкая. Если вы можете найти, а я уверена, что вы можете найти, если хорошо поискать, другие инструменты вложения денег, которые вам дадут выхлоп, прибыль, больше, скажем, чем эти 3,5-4%, то чисто математически имеет смысл держать эту ипотеку и при этом вкладывать деньги, которые у вас не задействованы в оплату ипотеки быстрее, чем это нужно, вот в такие вот инструменты капиталовложения, которые вам принесут больше денег. А потом по ипотеке вот эти вот проценты, которые вы выплачиваете, вы все-таки списываете со своего налогооблагаемого дохода. То есть это тоже помогает вам немножко с налогами. Несмотря на то, что сейчас закон такой, что это дело немножко, ой, не хочу материться, сделали хуже, но все-таки это есть, правда, и от этого не, ну есть. Так, дальше. Я как риэлтор хочу вам рассказать об одном тоже варианте, где вы можете использовать те деньги, которые вы не выплачиваете в ипотеку, чтобы быстрее с ней расплатиться. Если вы складываете те деньги, сохраняете эти деньги, вместо того, чтобы отправлять банку, чтобы быстрее расплатиться, а вы копите и копите и накапливаете определенную сумму, которая вам потом дает возможность вложить ее как первоначальный взнос на покупку следующей недвижимости, то я бы, наверное, рекомендовала такой вариант, потому что я сама так делаю. И на самом деле получается так, смотрите, вы используете чужие деньги, вы вкладываете первоначальный капитал, даунпеймент, первоначальный взнос в ипотеку следующего дома, которую вы, соответственно, потом можете сдать в аренду, и человек, который снимает у вас дом в аренду, оплачивает вашу ипотеку уже вторую, правда? То есть вы используете чужие деньги для того, чтобы сдавать в аренду жилье, которое потом со временем станет выплаченное жилье ваше, с которым вы можете дальше уже делать что угодно. То есть вы можете его продать по истечении 10, 20, 30 лет, цены на жилье все равно вырастут к тому времени, и вы получите двойной выхлоп. То есть вам чужой человек будет расплачиваться за вашу ипотеку, а вы в конечном итоге можете продать этот дом с прибылью, и чем вам такой вариант неплох? Зачем замораживать ваши деньги в доме, в котором вы живете, а при этом ваши ликвидные деньги, которые вы из этого дома, у вас будет, ну я бы не сказала проблематично, но займет время, чтобы забрать деньги из дома, если при этом, если есть такая необходимость. То есть ликвидные деньги вы превращаете в неликвидный капитал. Ну и насчет, хотела сказать, рефинансирование. Кстати, в конце вот этого видео я вам расскажу, как можно выплатить ипотеку быстрее, чтобы при этом не выписывать отдельный чек вашему банку. Так что смотрите до конца. Так, и еще хотела сказать по поводу того, что очень многие люди рефинансируют каждый раз, думая, что они экономят деньги на том, что вот ставка уменьшилась, он рефинансирует. Ставка уменьшилась, он рефинансирует. Ребята, вы вспомните о том, что когда вы рефинансируете, ваш период оплаты опять идет, обнуляется. То есть если вы, допустим, держали ипотеку уже лет 5, вы выплачивали 5 лет, у вас осталось 25 лет, вы рефинансировали, вы начали опять с нуля, у вас опять 30 лет получилось, понимаете. И за счет этого у вас и вроде бы и пеймент меньше, но период оплаты у вас растянулся. Поэтому тоже всегда нужно как-то смотреть, стоит вам это делать или нет. Ну и расскажу о том, как мы с мужем расплачиваемся с нашей ипотекой быстрее, чем по заданному расписанию. И как многие клиенты, которым я рассказываю этот путь, делают то же самое очень успешно, поэтому не выписывая при этом отдельные чеки. Когда у вас есть ипотека, вы выплачиваете раз в месяц, вы выплачиваете вашему банку. Очень многие банки, большинство банков, я знаю, по-моему, только два банка, которые не дают такую возможность. Так вот, большинство банков дают вам возможность выплачивать вашу ипотеку не один раз в месяц, а один раз в две недели. Таким образом, у вас ваша ежемесячная оплата делится пополам, и вы оплачиваете, поставьте это на Автопилот, у них они автоматически будут забирать ваши деньги практически два раза в месяц, то есть раз в две недели. Но за счет вот этого маленького изменения вы не почувствуете особой разницы в ваших оплатах каждый месяц, но вы в конечном итоге вместо 12 ежемесячных выплат вы сделаете 13 ежемесячных выплат. Это вам сократит срок оплаты ипотеки с 30 лет на 23 года. При этом вы отдельно чеки никуда не будете выписывать, у вас просто это потихоньку будет накапливаться. Очень много об этом пишут на интернете, вы можете даже посмотреть, поисследовать, это называется Bi-Weekly Mortgage Payment Plan. Посмотрите, поговорите с вашим банком, и я думаю, что вы найдете возможность сделать то же самое. Таким образом сократите ваше оплату, период оплаты. Пожалуйста, не говорите спасибо. Ну что ж, на этом все. Я все-таки считаю, что ипотека это хороший долг и стоит его держать в том виде, в котором он есть, и расплачиваться потихоньку, при этом высвобождая деньги для других целей. Ну и обязательно, обязательно сначала нужно создать себе подушку безопасности из 6 месяцев ваших ежемесячных расходов, чтобы, не дай бог, что если случится, у вас было достаточно наличных на вашем счету, чтобы жить 6 месяцев. Так что, что бы вы ни делали, в первую очередь нужно сделать вот эту вот подушку безопасности. Ну на этом все. До следующей пятницы. Звоните, буду с удовольствием с вами пообщаюсь. И если вы все-таки считаете, что лучше расплатиться, и скажете мне, почему, я с удовольствием вас послушаю. До следующей пятницы. Пока. Субтитры подогнал «Симон»